Всем привет! Сегодня хочу провести небольшой урок, посвященный интонации. Интонация, ну, судя по тому, что вы мне пишите и говорите, я понимаю, что интонация для многих проблема, потому что иногда хочется ее обогатить, сделать более яркой, насыщенной. И сегодня я покажу вам пару упражнений, которые помогут наполнить вашу интонацию разными красками. Есть два упражнения. Одно упражнение называется «Разные слушатели», другое упражнение называется «Разные книги». Взял для примера произведение небольшую книжку, называется «Роза ветров» Андрея Геласимова. И на примере его мы с вами сегодня поработаем. Давайте посмотрим, что это за текст. Прочитаю его первый абзац, и потом уже попытаемся с ним поработать, познакомимся с текстом. Он заметил ее практически сразу. Эту девушку трудно было не заметить. Все остальные дамы едва протискивались между кресел в своих модных кринолинах, а она скользила по оживленному портеру, как рыбка. Я думаю, вот на этом даже, на этих нескольких предложениях мы остановимся. Первое упражнение называется «Разные слушатели». Что из себя представляет это упражнение, и что оно помогает нам в развитии нашей интонации. Давайте представим, что мы, например, рассказываем это произведение, читаем это произведение старому другу. Вот, и здесь нужно понять, какие чувства мы испытываем к этому старому другу. Как мы с ним разговариваем. Старый друг доверительный, легко. О, тут в данном случае мы можем рассказать как будто бы какую-то историю о том, что вот была забавная история, связанная с этой девушкой. Ну, представим, старый друг, старый друг. Он заметил ее практически сразу. Эту девушку трудно было не заметить. Все остальные дамы едва протискивались между кресел в своих модных кринолинах, а она скользила по оживленному портеру, как рыбка. К примеру. Ну, такие у меня отношения со старым другом. Кто-то, наоборот, своих старых друзей подкалывает. Можно из такой интонации прочитать. Как будто, представляешь, он заметил ее практически сразу. И вот эту девушку трудно было не заметить. И такая может быть интонация. Дальше. А теперь представьте, что вы читаете это произведение своему злейшему врагу. Какая здесь может быть интонация? То есть здесь мы подключаем. У нас уже и мимика меняется, и настрой, и, возможно, даже темпо-ритм. Мы можем здесь очень через зубы разговаривать. Смотрим на текст. Он заметил ее практически сразу. Я, возможно, даже не хочу разговаривать с этим своим злейшим врагом. Эту девушку трудно было не заметить. Все остальные дамы едва протискивались между кресел в своих модных кринолинах, а она скользила по оживленному портеру, как рыбка. Вот. Дальше. Может быть, другая история. Как будто бы мы читаем иностранному шпиону. Но здесь тоже нужно понять, в каких обстоятельствах мы находимся в данном случае. Иностранный шпион. Мы ему раскрываем секреты. Или мы находимся на допросе. Допустим, мы ему раскрываем секреты. Да, мы здесь боимся, что нас кто-то подслушает. Он заметил ее практически сразу. Эту девушку трудно было не заметить. Все остальные дамы едва протискивались между кресел в своих модных кринолинах, а она скользила по оживленному портеру, как рыбка. Может быть, так. Давайте чуть-чуть разнообразим это произведение и перейдем к упражнению, которое называется «разные книги». То есть, каким образом это можно сделать? Что значит «разные книги»? Мы представим, что, например, мы читаем в данном случае не произведение, а какой-нибудь, допустим, учебник по биологии. Да, и что получится? Учебник по биологии. Он заметил ее практически сразу. Эту девушку трудно было не заметить. Все остальные дамы едва протискивались между кресел в своих модных кринолинах, а она скользила по оживленному портеру, как рыбка. Может, это быть учебник биологии? Наверное, да, он такой не очень эмоциональный. Или, допустим, перед вами текст в виде перевода древнего текста, который до вас никто не мог прочитать. То есть, вы переводите этот текст. Перевели, переводите, пытаетесь осознать, что это. Он заметил ее практически сразу. Эту девушку трудно было не заметить. А еще можно же подключить вот это вот осознание того, что до меня же никто не читал это произведение. Все остальные дамы едва протискивались между кресел в своих модных кринолинах, а она скользила по оживленному портеру, как рыбка. Класс! Да, я впервые прочитал это произведение. До этого никто этого не делал. Вот такие два очень интересных, классных упражнения, которые помогают вам в развитии вашей интонации. Хотите развить интонацию? Я приглашаю вас на мероприятие, на бесплатный вебинар, который пройдет 16 июня в 19.00. Проведу вебинар-мастер-класс по работе с разными жанрами. Там будет интонация тоже задействована. Я сделаю следующую историю. Вкратце расскажу, что будет на этом вебинаре. У нас будет поначалу. Мы разомнемся. У нас будет небольшая голосовая разминка. Потом я выберу трех учеников, с которыми мы поработаем. Не просто так. Попытаемся разобрать разные жанры. Поработаем в прямом эфире, в стриме, над озвучкой рекламы, над озвучкой промо и над озвучкой за кадром. Я покажу вам разные подачи и проработаю с вами. С тремя людьми. Вот теперь сюрприз. Учеников для мастер-класса я выберу в социальных сетях. Одного в Инстаграм, одного в ВК и одного на Ютуб-канале. Напишите в комментариях, почему именно вы должны стать участником мастер-класса. И в среду в 16.00 я выберу генератором случайных чисел победителя. И поработаю с кем-то из вас. А также на вебинаре я обязательно отвечу на все ваши дополнительные вопросы. Напомню, что участие бесплатное. До встречи. 16.00 в 7.00 вечера. Пишите комментарии и не забудьте зарегистрироваться на вебинар. Ссылка для регистрации в шапке профиля. Или где-то внизу. Ищите. Да пребудет с вами Сила Голоса. Пока-пока.